Более пяти тысяч человек пришли на Солдатский привал. Чтобы обеспечить всех желающих самым главным военным угощением, гречневой кашей, одновременно работали шесть полевых кухонь Института береговой охраны ФСБ России. Здесь же в тени своим творчеством делились анапские артисты и музыканты. Теперь внуков учу, и на братской могиле помолчу. На Солдатском привале каждый смог найти занятие по душе. Самые маленькие патриоты могли познакомиться с экземплярами оружия времен Великой Отечественной войны. Попробовать себя в роли сапера, сфотографироваться с оружием и примерить военную форму. Гости постарше участвовали в акции «Стена памяти», увековечивая имена своих предков на общей стене. Сегодня здесь все по-военному, даже песни, только солдатские. Здесь же работала площадка для интеллектуальной разминки. Сотрудники Центральной библиотеки организовали фестиваль патриотической книги «Сквозь годы звенит победа». Гости праздника смогли ознакомиться с малоизвестными фактами Великой Отечественной войны и принять участие в викторине. Народ очень интересно отвечает на вопросы викторины. Кто-то много знает о войне, кто-то нет. Вот те, кто не знает, мы сразу же даем в подарок книгу, чтобы люди могли пополнить свои знания о военных действиях, о победе. Праздничные мероприятия продолжились вечером на театральной площади. Там звенел бал победы. Тысячи зрителей аплодировали ансамблю песни и пляски Южного военного округа и вместе с ними пели любимые песни военных лет. А ровно в 22.00 небо Анапы раскрасил праздничный салют, который прославил Великую Победу и поставил в яркую точку в череде праздничных мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова